Здравствуйте, дорогие союзники! В эфире Народного православного телеканала «Союз» программа «Четверть часа» в студии Светлана Ладина. В этом году в сонм новомучеников, Священным Синодом Русской Православной Церкви, было внесено имя уральского батюшки Василия Носова. Память его совершается в день расстрела 4 октября, сегодня. Об этом святом мы побеседовали с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием. Промысел Божий до конца, он, наверное, нам не понятен. Мы должны просто, как дети, предаться в руки любящего отца и доверять полностью. Владыка, вот о человеке, который именно так и поступил, предался в руки любящего отца и был верен ему до смерти. Священномученик Василий Носов, на земле Челябинской просиявший, и 24 августа этого года Священным Синодом Русской Православной в лике святых. Расскажите, пожалуйста, об этом человеке и о том, какая работа была проделана для его канонизации. Ведь это не просто так, наверное, Синод принимает решение. Отец Василий, он служил здесь, на Южном Урале, в городе Миасе. И после революционных годов он много претерпел за свою веру. Он несколько раз был в заключении. А в 1937 году все-таки принял мученицкую кончину здесь, в Челябинске. Есть такая золотая гора, где похоронены расстрелы проходили, репрессированы сейчас там останки. И вот где-то среди этих людей покоится и наш угодник Божий. Ну, работа о том, что... Работа над канонизацией священноученика Василия, она велась очень большая, больше десяти лет. Больше эти десяти лет. И эту работу начали еще при митрополите Иове, здесь, в Челябинске. Продолжили. И вот какие-то вопросы, какие-то там были недоумения. Все эти годы мы старались разрешить. То есть была проделана громадная архивная работа. Были подняты множество исторических документов, свидетель всяких. И вот только вот в этом году мы собрали уже полностью все документы, которые подтверждают подвиг священноученика Василия. И слава Богу, что было принято решение о его прославлении. Очень интересно, что родственники отца Василия до сих пор живут в Челябинске. Его внуки его живут. И они с радостью восприняли это известие. А недавно нам вот сюда, в епархию, принесли вот это Евангелие, которое батюшке принадлежало. Новый Завет. Оно, наверное, требует еще изучения. Я его полистал, и там на полях есть очень много-много-много заметок, которые сделаны отцом Василием. И уже вот вырисовывается образ человека, который жил действительно по Евангелию. Он сверял свою жизнь по Евангелию. И вот это свидетельство такое интересное получается. Я в его житии для себя отметила два таких очень важных, мне кажется, момента. Во-первых, вот его арестовывают. И пять месяцев он проводит на принудительных работах. Возвращается, они с матушкой Анастасией продолжают рожать детей. Потом его забирают на пять лет. Возвращается. Он не собирается идти в ногу с советской властью. Пусть даже ему не дали регистрацию, он совершает требу на дому, но тем не менее, он Христов. Они продолжают рожать детей. И когда его третий раз арестовывают, это уже последний отрезок его Голговского пути. Матушка Анастасия беременна девятым. И они все выросли, эти дети. Там только, по-моему, один погиб на Великой Отечественной войне. И все они были успешны. И это сегодня, мне кажется, очень важное свидетельство, если мы говорим о добрых примерах и о доверии Богу. Потому что иногда люди не рожают детей просто потому что, ну, не хочется. Ну, сейчас не время. Нарушит наш комфорт. А там полное доверие, которое было оправдано. Вот опять Господь своих не бросает. Абсолютно правильно говорить, что мы вот из примера жизни таких угодников можем очень многое для себя почерпнуть в современной жизни. Я уже говорил, что у отца Василия ведь, видимо, непростая судьба была, что долго мы исследовали все. И вот в Евангелии мы находим, что он очень как-то вот уделял очень большое внимание, например, словам Христа Спасителя, восстанут дети, родителей. И что-то... Ну, это, конечно, наверное, не по отношению к его семейной жизни. Но он смотрел на ту ситуацию, которая развивалась в то время в Отечестве нашем. И он это все переживал очень сильно. Но при этом он оставался верным Богу. Верным Богу. Себя всецело предавал в руки Божьи. И, конечно же, поэтому Господь и благословил его, и его семью. И теперь и внуков благословлят, которые, как мы знаем, очень достойные люди. Владыка, а еще один момент. Он, один из немногих на вешемся тогда следствии, не оклеветал ни других, ни себя. Вот это интересно. Себя тоже. Грех оклеветать? Конечно, грех. Это не надо себя оклеветать. Может быть, я думаю, что, может быть, не стоит отвечать на клевету. Отвечать на клевету не стоит, и оправдываться не стоит. Это потому что пусть Господь судит, а клеветать на себя неправильно, нужно говорить правду. То есть он не согласился с тем, что ложь – это правда? Ну, ложь не может быть правдой. Никогда не бывает лжи во спасении. Владыка, собор Челябинских святых отмечается в октябре? В октябре, в этом году, 15 октября, это передвижная дата. И во главе этого собора митрополит Крутицкий Петр. И будет еще один угодник Божий – Василий Носов. Еще принято решение его канонизации, но еще прославления не было. Мы надеемся, что с Божьей помощью в ближайшее время состоится прославление Василия Носова уже церковным чином, как это положено, красиво, в храме во время божественной литургии будет оглашено народу Божьему. Это его житие, будет написана его икона, которой уже можно будет поклоняться. А святитель Петр – удивительный человек, на самом деле. И мы знаем, что ведь он и педагог по образованию, по-святскому, и священнослужитель очень достойный. И вот здесь, на Южном Урале, он принял свою мученическую кончину. У нас в Магнитогорской епархии, в нашей митрополии, в честь этого святого проводятся петровские чтения, на которые приезжают люди, которые вспоминают святителя Петра, которые обсуждают какие-то вопросы актуальной современности, молодежи, духовной жизни, общественные какие-то проблемы. И то есть мы чувствуем, что помощь святителя Петра, как возглавляющего собор наших челябинских святых, она очень сильна здесь, на Южном Урале. Мы очень любим этого угодника Божьего и всегда обращаемся к нему с молитвой. А кто еще входит в собор челябинских святых? Это в основном новомученики? Это новомученики, да, новомученики. И мученица Пороскева Кочнева, она простая женщина, которая тоже в годы лихолетия не побоялась и пошла просить об открытии храма, за что была мучена и пострадала. Вот все эти святые, конечно же, были прославлены в других наших епархиях, просто что они трудились здесь на Южном Урале, их включили в соборного мученика, а в первый святой, которого прославили именно здесь челябинцы своими трудами, это отец Василий. Сегодня мы поздравляем 70-летие митрополита Ташкентского и узбекистанского Викентия, главу Среднеазиатского митрополитчего округа, постоянного члена Священного Синода Русской Православной Церкви. В 2005 году, возглавляя Екатеринбургскую епархию, владыка Викентий основал православный телеканал «Союз». Из съемок той давней поры и новых кадров мы составили поздравительный музыкальный клип. Любимую песню митрополита Викентия о Стефане Великом поют братья Свято-Вознесенского Новонямецкого монастыря. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Крепкого вам здоровья ДимаTorzok